обошел он дорогая община давайте встанем перед чтением торы драгоценный небесный отец благодарим тебя за тору который ты дал своему народу и благодарим за ешо который есть живая тора и он есть наша жизнь он есть наша надежда слава тебе аминь буду говорить сегодня короче потому что видите у нас все затягивается большое чудо у меня еще есть время пусть господь его как-то расширит сегодня мы изучаем раздел тора называется бехар что обозначает на горе слово имеется ввиду гора синай и то что произнесено на горе синай она является законом и в этой главе говорится о законах седьмого года 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 шмиты и законах юбилейного года 50 года йовели эта глава она продолжает тему праздника которую мы недавно изучали вы помните да что на прошлом на прошлом комментарии говорилось о праздниках господни вот и как бы закон седьмого года и закон 50-го года это тоже священное время которое выделено для бога и мы помним что у еврейского народа праздники это не просто праздное время это специально выделенное время или дни или недели или даже как мы видим годы выделены для того вот чтобы они были посвящены богу а что конкретно мы сейчас посмотрим итак читаем двадцать пятую главу книги левит мы сегодня будем остановимся только на они это получается 25 глава 1 стих 26 2 до 26 2 то есть фактически 25 глава и сказал господь моисею на горе на горе синая говоря объяви сыном израилем и скажи им когда придете в землю которую я даю вам то есть это для земли обитованной тогда земля должна покоиться в субботу господню седьмой год суббота господня 6 лет засевать твое поле 6 лет обрезовый виноградник твой собирая произведение их а в седьмой год да будет суббота покоя земли суббота господня поля твоего не засева и виноградника твоего не обрезывай что само вырастет на жатве твоей не сженай и гроздом с необрезанных лостов их не снимай да будет это год покоя земли то есть здесь говорится о том что в этот год народ ожидает нечто необычное то есть муж встает собирается не на работу а жена ему говорит вспомнись уже год шмиты и люди а вот шмиты понятно или приезжает приезжает на землю обитованную кто-то из иноземцев и спрашивает а что у вас все дома никто не работает у нас год шмиты а что это такое это год посвященный богу это год который который мы отдыхает земля это год в которой рабы отпускаются и это год который мы прощаем все долги это особенный год вот и это действительно особо это особенный год и в определенном в определенном смысле конечно это некий такой знаете шокирующий год для человека привыкшего работать представляете вы приходите мне вы встаете вы понимать вам никуда не надо все вы можете посвятить время кому господу вы можете посвятить время семье своему дому отремонтировать наконец что-то там это да что то сделать вы можете посвятить общению с соседями восстановлению отношений очень множество можно сделать множество множество дел вот но библия говорит о том что это время она не просто так ну дано очага чтобы не просто устранился от работы чтобы земля отдыхала для того чтобы но она давала больше урожай это было действительно время посвященное богу в чем выражалось его посвящение а в том что человек не работал и он был уверен в том что бог ему даст пропитание потому что бог обещал что я на шестой год дам вам пропитание достаточно на год шмиты вот это было это был конечно шаг веры и это было но это было очень серьезно вот то есть не работать в ожидании в понимании того что бог тебя все равно все равно пропитает вот и также еще одним из моментов интересно было то что урожай становился общим то есть все было общее то есть и лелея свои деревья там или свой как бы участок да свою 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 землю и в год шмиты каждый мог прийти и взять ну сколько ему надо было запрещалось собирать все в амбара можно было только брать то что необходимо для по нужде скажем так на сегодняшний день и мог прийти любой у тебя прекрасные абрикосы мог прийти а у соседа чудесные груши мог пойти взять этих груш и попользоваться сегодня в общем это было достаточно интересно и это в каком плане интересно ну согласитесь это это было необычно когда к тебе может любой зайти но и ты можешь правда к любому зайти это создавало некую общность такую знаете это говорило о том что есть хозяин который сказал и она сделалась и весь народ поступает так даже животные не были забиты богом потому что животным тоже разрешалось пользоваться с поля хочу сказать что из книги дворим это второзаконие 31 глава 10 13 стих становится понятным что этот год был также годом посвященным изучению торы это было не просто время знаете когда ну такое то люди занимались обыкновенными делами маша говорит что в седьмой год год отпущения или прошения или прощения так в другом переводе можно что надо было народу собираться и изучать тору всему народу собираться изучать тора я думаю что это не только надо можно было собираться мы знаем что левиты жили по всему израилю вот и они тоже помогали народу изучать тора я в этом у меня есть откровение что так оно и было таким образом субботний год прерывалась обычная сельскохозяйственная деятельность и весь израиль он как бы выводился из привычного цикла как бы свои свои жизни своего образа жизни связанного с суетой с работы там всякими там я побежал а у меня нету времени и так далее и вот вот это вот слово остановитесь и познайте что я господь она была становилась живым для всего народа как я говорил еще на счет тора говорит о том что прощались все долги и соответственно отпускались рабы отпускались на волю единственный момент если раб захотел все-таки оставаться рабом бывали такие случаи когда человек не захотел не хотел брать ответственности на себя он мог остаться рабом скажем так в доме своего хозяина и мы также сегодня смотрим что в этой же главе описан юбилейный год вот с 8 стиха и насчитай себе семь субботних лет семь раз по семи лет чтобы было у тебя в семи субботних годах 49 лет и во струби трубой в седьмой месяц в десятый день месяца в день очищения во струбите трубою по всей земле вашей то есть мы смотрим это седьмой месяц да это будет это месяц тиширей это месяц в которой начинался который начинался чем праздником труп помните да вот и седьмой седьмой год шмиты он начинался именно в первый день а этот юбилейный год он он через 49 лет наступал на пятидесятый год то есть это проходило 7 7 летних циклов он нас он он десятый день месяца чеширей а что у нас десятый день емки пур правильно ничего необычного в седьмой месяц в десятый день седьмого месяца был емки пур поэтому юбилейный год он нас он именно приходился на праздник емки пур это было не просто так и 10 стих и осветите 50 год и объявите свободу на земле всем жителям и и вот ключевое слово 50 года если ключевое слово насчет года шмиты это было прощение вот то ключевое слово 50 года еволя это была свобода объявите свободу всем жителям земли да будет это у вас ювелей и обратитесь каждого владения свои каждый возвратитесь в свое племя читать дальше я не буду времени вот но хочу сказать что в это же время тоже не обрабатывала земля не обрабатывала земля возвращались на дел возвращались своим хозяевам через 50 лет возвращались да и рабы тоже отпускали все рыбы и при том обратите внимание тоже на этот на этот нюанс при том рабы уже не могли оставаться в доме хозяина даже если они хотели то есть мы здесь видим некий символизм в этом определенно да то есть свобода есть уже свобода то свобода абсолютная полная свобода человеку то есть мы видим что по своему внутреннему событию юбилейный год и ем кипур они очень близки да то есть ем кипур он давал свободу какой области человеку духовной да то есть свободу прежде всего от греха он восстанавливал отношения между богом и между человеком человек освобождался от своих грехов перед господом а значит а ювель значит или юбилейный год он приносил свободу в материальный мир то есть некая гармония такая наступала юбилейный года то есть свобода была не только в духовной области но и материальной области потому что свобода она связана все-таки с экономикой правильно здесь как раз вот человеку возвращались на дело его человек мог восстановить значит свою экономическую свободу он мог получить второй шанс второй шанс на свою жизнь то есть неудачник мог мог стать мог переступить через свою неудачу понимаете и он у него он получал такой шанс и бог давал этот шанс этот значит в эту в этот юбилейный год также восстанавливались уверен еще получал свободу от долгов потому что долги тоже тоже они прощались то есть наступала такой такой некая знаете вот как бы я готовя себя прочувствовал такая действительно такая гармония то есть это то что вот люди вот ожидают вот мы ожидаем например вот когда у нас стране наконец-то вот будет знать о такой вот гармония на наступит когда мы примиримся когда у нас вот будет порядок когда у нас вот вот это вот оно было в йовале понимаете она она приходила это возможность бог давал такую возможность а перед этим он тренировал можно сказать год шмиты каждые семь лет тренировал трены а потом оно наступало да вот и в общем это было прекрасное время которое давало людям надежду до было прекрасное время которому люди всегда ну мечтали во все времена во всех народах всегда люди мечтали именно вот о свободе ну есть вопрос соблюдались ли израильтянами соблюдался ли год шмиты и юбилейный юбилейный год ну как говорят мудрецы до что касается года шмиты значит до вавилонского пленения соблюдался может быть и соблюдался но вряд ли так вот скажем но после вавилонского пленения соблюдался точно народ был народ был уже научен и одним из как бы одной из причин почему народ был уведен в вавилонский плен было пророки они говорили как раз это то что не соблюдался год вот шмиты но что касается ёвалева что касается юбилейного года в библии нет упоминания о том что юбилейный год соблюдался вот и скажем так наверное и символично и ну очень сконцентрировано вот получилось как вот этот сейчас я буду читать место из бритхадаша нового завета которая это первые слова еще которые он произнес вступив свое служение после крещения после сорокодневного поста и пришел в назарет это лука 4 16 19 и пришел и шо имеется ввиду в назарет где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботний синагогу и встал читать ему подали книгу пророка исаи и он раскрыл книгу нашел место где было написано дух господин на мне ибо он помазал меня благовествовать нищим послал меня исцелять сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождение слепым прозрение отпустить измученных на свободу проповедовать лето господне благоприятное в других периодах здесь написано провозгласить протрубить юбилейный год и закрыв книгу и отдав служителю сел и глаза всех синагоги были устремлены на него и он начал говорить им ныне исполнилось писание сиё слышанное сие слышанное вами аминь друзья то есть это то евангелие мы иногда знаете когда читаем и провозглашал евангелие по всей земли мы даже ну как то ну не совсем представляем о чем он говорил да ну как то так не задумываемся вот значит вот он это евангелие он принес еще принес это иван сказал я пришел в этот мир я пришел к своему народу я пришел каждому из вас для того чтобы дать вам свободу этом моя миссия я пришел дать свободу от бедности я пришел до свободу от горя от рабства от страданий от угнетения это моя миссия я хочу чтобы вы получили эту свободу и он обращается и он обращается здесь через это это слово он обращается через века он обращается и к нам потому что он объявил не просто юбилейный год вот вот тот год он как бы объявил некий период послание к евреям говорит о том что этот период называется ныне или сейчас он объявил некий период времени который это может происходить как оно может происходить только по только одним способом когда мы принимаем еще своим господом и спасителем принимаем его миссию для своей жизни и мы утверждаем его миссию своей жизни именно миссию свободы для каждого из нас и при том я хочу сказать что свободу надо понимать знаете достаточно широко есть ну человек может сказать ну у меня нет там особых зависимости да у меня нет там такого горя и слава богу что нет у меня нет там долгов но знаете я хочу сказать что у каждого из нас у меня я думаю что у каждого из вас есть сфера жизни где мы еще не свободны, понимаете, где мы хотим получить эту свободу, у нас что-то еще не получилось. Это может быть что-то в отношениях с Богом, понимаете. Может быть это что-то с родными где-то не получается. Может быть это в нашем призвании не получается, да. Но есть у нас нечто, то, что мы называем еще несвободой. То есть мы радуемся Богу, мы живем, все классно, но это у нас еще пока не получилось. Или я не прав? Есть у нас такое? Есть. Хорошо, но если это есть, давайте, знаете что, давайте мы сделаем то, что Библия, она призывает нас сделать. Мы провозгласим Слово Божье, да, мы провозгласим эту свободу. Кстати, обратите внимание, сегодня о свободе много говорилось. Мы пели сегодня о свободе, сегодня пастор говорил о свободе, да, и Ешо нам сегодня, значит, тоже Тория сказал, да, он есть живая Тора, он нам тоже сегодня говорит о свободе. И я верю, что он хочет дать нам эту свободу, он хочет, знаете, чтобы в нашей жизни начался какой-то новый период, такой необычный период. И Йоваль, он был, он был, ну и Шмита, и Йоваль, он был необычным периодом, он был необычным временем, понимаете? Это было нечто сверхъестественное. То есть это был год как год, но в то же время что-то происходило. Был тот же воздух, то же солнце, да, но в этот момент в жизнях людей что-то происходило. Друзья, и очень символично еще, что мы эту тему, мы изучаем, мы изучаем в Йоваль. Этот год, как говорят мудрецы, это тоже юбилейный год. Я не знаю, я сам не считал, они считали, но в принципе, значит, говорят, что это юбилейный год. Вот. И давайте мы с верою сейчас, мы примем, да, мы провозгласим эту Божью свободу во всех сферах нашей жизни, понимаете? Во всех. Я имею в виду духовную, в отношениях с Богом. Я имею в виду душевную, да, внутри себя, в отношениях с людьми там и так далее. Может быть, кто-то в депрессии, может быть, там еще какие-то есть, знаете, внутри есть какие-то нерешенные вопросы. В материальной сфере, может быть, кто-то в долгах, может, у кого-то что-то не получается, как говорится, по жизни. Давайте вот мы сейчас вот провозгласим это свободное, это движение Божье в этот юбилейный год, да, вот мы провозгласим нашу жизнь. Я предлагаю короткую такую молитву, вот, ну, в которой мы сделаем это наше провозглашение. Драгоценный Ишо. Ну, вы можете, вы можете, вы можете говорить. Драгоценный Ишо. Ты мой Бог и мой Спаситель. Я принимаю твой юбилейный год в свою жизнь. Я принимаю объявленную тобой свободу от всякого греха, от всякой болезни в своей жизни, от всякой зависимости, от долгов, от того, что у меня не получалось, от всякой неправды в своей жизни. Я благодарю тебя за возможность нового начала в моей жизни. Аминь. Слава Господу. Это он действует в нашей жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...